Я тебе расскажу про федеральную историю. Слушай, на самом деле, когда у нас был... Мы выступали на холле в 2019 году. Мы, соответственно... У нас было два ноутбука, представляешь? У нас тоже два ноутбука. Да, но мы показывали презентацию с одного и с другого. И нам надо было, чтобы переключались. И прикинь, нам, короче, в холле сделали тумблер, который переключался с одного на другой. А кто из вас, у кого было право его переключать? То есть два спикера, да? Как вы выбирали? Вот представляешь, мы, кстати, тут не определились. Кстати, ребята, всем привет. Мы уже в эфире, а мы тут с Никитой сидим, болтаем. Общаемся, разговариваем, вспоминаем былые времена. Ну что ж, мы рады вас приветствовать. Никит, как вообще твои дела? Давай чуть-чуть поговорим об этом. Слушай, сегодня день замечательный. Я обычно не беру трубки с незнакомых номеров. Но вот сегодня необходимо было это сделать. Вдруг мне могли позвонить организаторы, предупредить о том, что что-то отменили. Или наоборот, меня выкинули из конференции. Или там сказали, приходи пораньше, попозже. Так вот, я взял трубку с незнакомого номера, мне подсказывают, что это мошенники. Там ребята прям знатные позвонили. Да? Мне звонят и говорят, вы знаете, у нас федеральная программа по списанию долгов. Хотите поучаствовать? И ты такой, конечно. Я, да, слушай, я не растерялся и говорю, у меня будет на холле GS такая конференция. Программа локальная по списанию тех долгов. Я говорю, смотрите, я говорю, у вас федеральная, идите купите билет себе, приходите, слушайте. То есть теперь холле спонсируется из федерального бюджета. Все благодаря мне. Ребята, обращайтесь, если нужно. Вот такая история. Да, смотри, Зар, еще вот, я вот знаешь, я, короче, с тобой когда общался, я стеснялся. Стеснялся, но сейчас у нас есть слушатели, перед ними не стыдно. Смотри, осталось пара минут до доклада. Да. Пару. Пару минут до доклада. Это важно. И я знаю, что у тебя был один из самых популярных и крутых докладов 2019 года. Вот у меня статистика подсказывает, что топ-2 по просмотру, 8365 просмотров. Набирайте Зар Захаров. Можете мой доклад не смотреть, смотрите Зара. Мы, в общем, набиваем эти, как их называют? Просмотры. Просмотры, да. Так вот, смотри, история. За две минуты тебе нужно успеть рассказать мне, как сделать доклад крутым. Все, вот чтобы я сейчас взял и нормально все зачитал. Ну, смотри, прежде всего, тебе в докладе нужно, чтобы у тебя было много анимаций. Будет много анимаций, все будут аплодировать. Понимаешь, они даже не будут слушать тебя, они будут смотреть на анимацию. Второе, ты должен всегда говорить харизматично. По анимациям. Погодите, прерву. Какое сейчас самое модное молодежное приложение для анимации? Я слышал, что в латехе люди делают мошен дизайн. Как ты к этому относишься? Ты знаешь, меня всегда тоже спрашивали про анимацию и говорили, слушай, как Зар ты делаешь анимацию? И я говорю, смотри, есть, короче, телефон. На телефоне есть всякие программки разные там, знаешь, там всякие видео, липс, там как. Не, я знаю, банк. Банк, да. Сбербанк, банк, да, да. Вот, заходишь в эти приложения, накидываешь туда, что тебе надо, вырезаешь оттуда видео и вставляешь в... У меня, знаешь, был такой эффект. То есть презентация-тик-ток получается. Да, да, да. У меня был такой эффект, знаешь, стоит фотка, и она, ну, а я рассказываю про себя. А в этот момент фотка такая берет, такой, знаешь, этот глич-эффект делает. Все такие, вау, как он это сделал. А я, на самом деле, просто через... Пару кнопок нажал, да, нормально. Нет, я на телефоне смонтировал, а потом просто запихнул в этот, в презу. Вот, ну, поэтому по самым топовым я не могу сказать, но я люблю телефон, я им пользуюсь. Я понял. Вот, ну, это первое, это, конечно, анимация. И, конечно же, поставленный голос, безусловно, такой, знаешь, такой... Ну, за две минуты уже не успею поставить. А вот как ты считаешь? Слушай, не, подожди. Водичка из чайника. Подожди, давай потренируемся, давай потренируемся. Ну-ка, скажи что-нибудь. Доброго времени суток. Это ту матч. Это ту матч, да? Ту матч, да. Какая у тебя тема доклада? Тема, ну, так вот там, рассказать немного про фронт-энд, про то, как его я вижу. Вот, смотри, отличный голос. И последнее, самое классное, что нам надо, это надо клевую музыку. Берешь и под музыку выходишь. Мы-то выходили в свое время под Дрейка, по-моему, но сейчас, я думаю, тебе бы, знаешь, какой подошел бы только... Ну-ка, ну-ка, не знаю. Нормально? Вообще... Залежается. Реально уже можно начинать. Все, тогда поехали. Давай, Никита Сидоров. Открываем. Да, смотрите, как я уже и говорил, буду сегодня вам рассказывать про фронт-энд, но фронт-энд с той стороны, с которой вижу его я, а именно графы, сборочные графы и мертвый код, который мы будем искать. Этот доклад не случился бы, если бы я не попал в Яндекс, если бы Яндекс не существовал так долго, и у меня было бы так много людей, которые там пишут код и все остальное. Ну, если говорить про себя, то я бы участвовал, мне кажется, в 90% активности, которая присутствует в Яндексе и публичных. Я получился в ШАДе полтора курса, то есть это школа анализа данных, читаю лекции в ШРИ, про это чуть поговорим, будет спойлер. На чемпионате Яндекса задавал задачку по тришейкингу, то есть опять, видишь, все про сборку, меня все туда тянет, понимаешь? Ну, такое вот, знаешь, немножко люди там любят обсуждать языки. Я вообще не парюсь. Вот мне просто задачу дают, говорят, надо сделать. Приходится, да, приходится писать на всех языках, не могу сказать, что, ну, там, на всех, конечно, не на всех, на многих. Не могу сказать, что прям однозначно хорошо это делаю, но работает и не падает. Работает, ну, самое главное. Да. Есть такая тема, называется код майнинг. По ней люди реально пишут статьи, это из пейперс, на АРКСИ. Вот, прям очень интересно. Мне заходит, у меня сегодня доклад в том числе, немножко про это, поэтому давай, собственно, к нему и будем переходить. Важно понимать, что вот про пять лет я сказал не просто так, сейчас вообще любят говорить, там, пять лет, другое количество лет. Где вы были все это время? Я все это время был в маркете, ребята. И нужно понимать, что с 2017 года маркет формировался следующим образом. Изначально был репозиторий десктопа, его взяли, просто скопировали в тач, потом его скопировали в беру, в брингле бизнесу надо бежать быстрее, появляется маркет, бетон, беру, маркет, разъединяются, дальше нужно опять их все, что делать, объединять. У нас появляется три тонн, понимаешь, это как три тонн, и там присутствуют теперь бизнесовые маркеты разных цветов. То есть вот это монорепозиторий, и вот маркетов много, и у каждого есть свой цвет. Ну так вот, у нас сложилось в компании, скажем так. И в общем, в итоге, что мы получаем-то? У нас есть 120 человек, которые вот репозиторий коммитят, там 3 миллиона строк кода, это фронтовый только, это вот без сервера, без всего, то есть чисто фронт, прикинь, 3 миллиона. И вот очень много, как ты мог заметить, из графика, 2017 год, вот он, так-так-так-так, и в текущий момент он тоже присутствует. А код тот же оставался в 2017, или все-таки модернизировался? Ну, вот беру модернизировался. Знаешь, где сейчас беру? Закрыт. Брингли модернизировался. Знаешь, где Брингли? Закрыт. Я надеюсь, ты понял. В общем, много-много старой логики, и она где-то, может, работает, где-то не работает. Будем выяснять. Смотри. Да, ну и, конечно же, я решил показать себя через призму маркет. Смотрите, я пришел в Яндекс, чтобы сжечь. Я решил сжечь код. Я даже старался. Как минимум три раза на протяжении всего этого времени я удалял значимое количество кода. И вот сумма, вот строк, 24 тысячи коммитов сделал за два года. Я удалил кода больше, чем написал, и мне заплатили. Прикинь. Приходишь, удаляешь. Есть люди, которые контрибьютят в ядро Линукса и пробелы там отставляют, потом пишут, что я контрибьют, в ядро Линукс. Я такой же. Слушай, это же гениально. Почему я до этого не задумал? Сейчас пойду. В OpenSource там. Пойду в OpenSource что-нибудь. Обрати внимание, что произошло на слайде. Это не баг, но, короче, количество кода, оно непрерывно растет. Ну, то есть, несмотря на то, что действительно какие-то разовые активности происходили, это все равно привело к тому, что кодовая база растет. Я думаю, что у многих такое присутствует в жизни. Смотри, все очень просто. Когда что-то очень хочешь, да, нужно перестать этого хотеть. Я перестал стараться, но подумал. Вот. И оно случилось. Можно посмотреть, и вот краткий график, который иллюстрирует успех, я так считаю, по крайней мере, который мы, соответственно, будем разбирать, как произошло. За два месяца просто минус 400 тысяч строк кода, минус 15% бизнес-сущности. Все, просто взяли и удалили. И мы реально потратили мало времени, мы хорошо подумали. Собственно, об этом и будет значимая часть моего доклада, я буду рассказывать о том, как удалять мертвый код, прям без боли, так, чтобы было легко. Смотри, еще важно понимать, что это не просто про какие-то метрики, числа. Я вообще для людей. Вот в народ. Видишь, я в рубахе сегодня. Ладно, я стал замечать, что среди моих 120-ти плюс коллег существуют люди, которые делают работу в стол. Я это так называю просто. Стол и все. То есть, смотри, вот есть проект, там реально 64 подзадачи. Он про хорошее, про рефакторинг, про унификацию. И там ребята просто вот взяли и сделали то, что не нужно было делать. Ну, то есть, типа, они взяли и начали рефакторить то, что можно было удалить. Вот красненьким показано, что можно было удалить, на самом деле его даже больше. Вот, я подумал, что все, пора решать вопрос серьезно. Это вот важная предпосылка. Ну, давай, соответственно, определимся, что такое мертвый код. Ребята тоже нас послушают. Очень важная штука, что на самом деле в команде существует такая договоренность на все 120 людей. Вот у нас есть конвенции, тут есть структура проекта, тут есть папочки, да. Вот папочка там какая-то одна, вторая. Вот мы туда код пишем. И очень важно, красным выделенным на слайде я зачитаю, мы стремимся к тому, чтобы уменьшать количество кодов в них. То есть, каждый человек, когда он приходит в маркет, вот он под этим подписывается. То есть, он это читает и должен это соблюдать. Давай посмотрим. Я, короче, решил, ребят, проверить вот всех. Я сделал всякую проверку, необязательную, довольно тайную. И это, соответственно, показатели того, как она проходит. А обрати внимание, у нас 15% падает и 0 тайм-аута. То есть, код я нормально написал. Но тайм-аут не падает, на самом деле, работает быстро. То есть, по Y, по этой скорости выполнения, я всегда себя тестирую. Так вот, смотри, типа 15% людей, которые контрибуют, они не соблюдают это просто. Они развивают код, который не нужно развивать, который мы договорились удалять. Ну, давайте им помогать, смотри. Вообще говоря, для того, чтобы им помочь, давайте еще сильнее формализуем, что такое мертвый код. Я лично считаю, что вот именно с точки зрения людей это код, на который мы тратим ресурсы. Это может быть как процессорное время, мы его зачем-то собираем, мы его зачем-то храним, мешаем текст. Он нам может мешать текстовому поиску. То есть, когда ты пишешь код, поиск очень важная фишка. Ну, и к тому же время, ваша команда, как ты видел, есть проекты, которые пытаются этот код как-то модернизировать, что-то с ним сделать. Ну, вот пользы вообще никакой от этого кода мы не получаем, помимо того, что просто тратим киловатты и калории. Соответственно, технически я буду рассматривать это с двух сторон. Код, который не попадает в сборку, и код, который мало используется в продакшене. И там и там есть звездочки, и о них в дальнейшем. Для того, чтобы не быть голословным, вот как выглядит текстовый поиск по маркету. Как ты можешь, ну, там, маркет, может быть, три месяца назад. Давай так, это не текуще, не актуально. Как ты можешь увидеть, у нас карт-баттонов сколько? Много. То есть, ты, смотри, хочешь добавить кнопку в корзину, и тебе надо еще понять, какой карт-баттон нужен. На самом деле, там, три из них можно удалять. То же самое про оффер и так далее. То есть, ну, проблема прямо для нас актуальная. Для того, чтобы решить эту задачу, соответственно, технически, искать код, который не попадает в сборку, нужно определиться, с какими структурами данных мы будем работать. И для этого мы будем использовать граф зависимости. Вообще говоря, это очень все просто. Смотрите, мы просто берем, соответственно, систему модулей, который у нас присутствует, будь то ESM, Common, JS, либо любая другая. И в нашем графе узел. Это у нас модуль какой-то. JavaScript, CSS. Неважно. Главное, чтобы наш сборщик умел в эту историю. Очень важно, что он ориентированный. При этом, скорее всего, у нас не будет циклов. Ну, это такое. Это просто математическое описание, скажем так. Если циклы есть, у вас что-то не так. Соответственно, ну да, ребро мы задаем вот этим синтексом, импорт, рекуайр и все остальное. Ну, базовый пример. У нас есть модуль A.JS. А он что-то импортит из модуля B.JS. Вот у нас получается граф из двух вершин и одно ребро. Ну, если мы меняем, соответственно, импорт на рекуайр, то, собственно, ничего не поменялось. Просто то же самое. Ну, в плане, как бы, еще все изи. И смотри, это слайд, он построен следующим образом. Здесь два пункта есть. Первый для людей из Яндекса. Ребята, закрываем остальное руками. Вот так вот. Смотрите, ваша туза, как вот построить этот граф? Ваша туза на любимом языке программирования. Вы можете пользоваться либо абстрактными синтактическими деревьями, партией, целиком код, либо регулярками. То есть самописная какая-то штука. На самом деле придется очень сильно вложиться, очень много времени потратить, но вы сможете прям все подтюнить. И вариант для всех остальных. Берете вашу систему сборки, и она уже этот граф делает, и вы достаточно его получить. Но дальше для индексоидов. Меня ребята очень просили. Смотрите, если у вас используются две системы модулей, вы используете ASTH. Вот у вас такое синтаксическое дерево построено. Соответственно, для того, чтобы найти все ваши require импорты и прочие вызовы, вам придется обойти все дерево. Однако, если вы взгляните на спецификацию модулей системы, static model structure, здесь сказано о том, что именно в системе модулей ES у нас должны быть модули на топ-левел. Что нам это дает? Очень важная штука. Мы можем обходить дерево за константу. Нам нас еще не интересует все, что ниже первого уровня, скажем так. И это, слушай, серьезно ускоряет все. То есть мы там условно на маркете 2019 какого-то года запускали, я тогда этим занимался. Получилось ускорение в два раза, когда мы просто отказываемся от common.js полностью. И, соответственно, потом берешь, короче, на другом языке, не буду называть, делаешь на регулярках, за 12 секунд весь маркет парсится, весь граф строится, и все отлично. Вот так вот, ребята. Смотрите. Ну и для тех, кто все-таки хочет, у кого нет сборки, но все-таки хочет получать граф, соответственно, какой-то тулзой написать не хочет, берите Open Source. Мне больше всего понравился DBMD Secreaser. Он отлично умеет рисовать и укладывать маленькие графы. Вот иллюстрация такая. Если у вас небольшой проект, хорошее решение, и важная фишка, он умеет читать вопак, конфлик, и тс-конфлик. То есть не нужно будет синхронизировать. А так пришлось бы писать с мамой. Но мы все-таки пойдем по пути системы сборки. Я думаю, большинство слушателей должны использовать это в своих проектиках. Поэтому я буду рассказывать вам про вебпак. Потому что, во-первых, в Яндексе самое верное решение. Двадцатая отсылка к Яндексу. Так сложилось, ребята. Вот, смотрите, для того, чтобы там получить, соответственно, данные, чтобы граф построить, мы должны добавить прям всего пару... Один флажок и пайп. Минус-минус в джессон вопак и безопайпе в статус в джессон. Дальше я по ходу доклада буду называть это статы сборки, и мы на них взглянем. Тут очень важная фишка, то, что вот эта информация, то есть мы прямо из продакшн сборки это будем получать, она супер достоверно актуальна. То есть вот то, что вы будете потом деплоить, соответственно, из этого мы графы получим. К тому же сам граф мы и так строим, когда сборочка выполняется, поэтому лишних операций мы не делаем. Есть небольшой минус, но я сейчас его развенчаю. Сервер, если у вас есть серверный код, вам тоже придется собрать. Есть много споров на тему того, стоит собирать сервер или не стоит. Есть отличная статья, которая вышла у моего коллеги Вити, где он показывает, как работать с утечками памяти на ноде и, соответственно, как вообще следить за памятью на ноде. И именно минифицированный серверный код, вот он действительно в хипе будет занимать меньше места, потому что банально меньше символов. Это не странно, то есть вот это строковое представление. Подробнее можно почитать по ссылке, и это, соответственно, агитация к тому, что это не только дает удобство статического анализа, о котором будет далее, ну и в рантайме это тоже неплохо. Соответственно, для того, чтобы получить минимальный набор данных, который нам будет необходим, мы должны писать секцию stats. Например, на слайде нам нужны будут только модули, причины и entry point. Давайте посмотрим, что у нас получилось. У нас получился JSON, в котором есть по ключу модули массив models. Давайте выкинем все, что нам не нужно, это какие-то внутренние истории веб-пака, либо данные, которыми мы не хотим пользоваться. Нас интересует только то, что сейчас присутствует на слайде. Этого будет достаточно. У нас есть идентификатор модуля, по ним мы будем как раз-таки ребра правильно связывать, потому что name — это не совсем, как мы видим здесь, относительный путь, а кто-то может по-другому ссылаться на модули и так далее. У нас есть причины, по которым модуль попал в наш граф, соответственно, в данном случае здесь ESM, у нас есть тема модулей. И очень важная вещь — это used experts и provided experts. Это как раз-таки список, но иногда это не список, я позже объясню, того, какие единицы экспорта у нас присутствуют и какие использовались. То есть это прям 3-shaking. Это мета-информация о том, как сработал 3-shaking. Как получить граф? Ну, довольно легко. Берем, вот у меня заняло 15 строк кода на JS, я думаю, любой сможет повторить. Соответственно, базовый граф — это два множества, можно и одним, в принципе. Это напор ребер, да, множество ребер и множество вершин. Соответственно, я буду брать вершины для того, чтобы у меня имя сохранялось, я потом мог как-то сам понимать. Но на самом деле это было не прямо обязательно. То есть вот, всего я нагенерил, именно такой датасет я буду использовать в дальнейшем. А для того, чтобы проверить, что мы правильно сгенерировали датасет, я предлагаю воспользоваться таким инструментом, как Gefi. Да, мы загружаем в него просто то, что мы сгенерировали, и если у нас таблички все правильные, то все отлично. То есть если ничего не упало, значит, мы правы. И мы тут встречаемся с реальными настоящего мира, и оказывается, что статс — это не идеальный вариант для того, чтобы собирать честный граф зависимости. Но, во-первых, вопак как бы не глупый, и у него есть несколько этапов того, как он смотрит на этот граф зависимости. И одна из оптимизаций — это модул контентенейшн. То есть какой смысл модуль поставлять как модуль, и обертку надо этим модулем строить, если этот модуль можно просто заинлайнить. Например, Яндекс.Маркеты — это оптимизация часто используется. Мы можем увидеть, что мы здесь 324 модуля дейнлайнили в страничку заказа. Ребята, кто будет делать заказ, держитесь, каждый модуль к вам приедет. Соответственно, какие есть варианты? Ну, во-первых, мы можем это все просто отключить, либо мы можем использовать более расширенную статистику, такого инструмента как статоскоп, то есть перейти от вопак статов к плагину статоскопа и здесь собирать, соответственно, список модулей, которые были сконкрутинированы. Да, мы здесь теряем информацию о ребрах, но ее, в принципе, можно восстановить с некой долей точности. То есть если модуль сюда попал, значит, точно было ребро там, да, вот этого, к тому, к чему он конкрутинировался. Есть и следующий вид оптимизации. Давай взглянем на этот код и увидим, что в dev-сборке функция f вообще не нужна, значит, соответственно, и ребро не нужно. То есть если у нас prot, да, а не dev, то у нас false, false не выполняется, и код превращается в густоту. То есть просто удаляется. Это локальный дедкод elimination, за который отвечает Terser в вопаке. И в таком случае, как ты понимаешь, этот модуль, он на самом деле не используется, но в наши статы он попадет. Соответственно, более применимая к реальной жизни эта проблема происходит с реэкспортами. У меня есть очень простой проект, есть папочка с реэкспортами, очень люблю реэкспортить. Дай, типа, реэкспортить, пожалуйста. Там три файла есть, вот, и я реэкспорчу, соответственно, все из этих трех файлов. Но в своем коде я использую только first, только один файл. Смотрите, у нас сразу можно увидеть, что то, что действительно должно было приехать, то, что вопак должен был обойти, оно помещено здесь на слайде зеленым, а красным – это то, что вопак обошел. В бандл он не добавит, но в статах это появится. То есть каждый раз, когда вы используете реэкспорт, вы заставляете вопак агрессивно парсить все файлы, до которых можно дотянуться, и как бы вы время еще теряете. Я против реэкспорта. В вашем коде. Поднимайте это молодежное движение. Соответственно, эту проблему можно решить чуть более изящным способом, но на самом деле можно смотреть на usedExperts и providedExperts. Из моего прошлого примера можем увидеть, что usedExperts false и providedExperts second. Я действительно не использовал second, поэтому я могу этот модуль просто отфильтровать, когда буду показывать граф, и он у меня в сборочный граф не попадет. Если usedExperts false, не берем. И в том, ну и соответственно, вот у меня был import first, и в данном случае у меня это попало и в usedExperts, и в providedExperts. По-моему, как бы все отлично. Так, очень важная инфа. Я не знаю, насколько документация вопака кому? По зубам, но вот этого там нет. У меня здесь ссылка на CRC, откуда я это брал. Смотрите, это очень важное значение полей, их нужно разобрать и запомнить, по ним мы в дальнейшем будем строить аналитику на процентре шейкинга, о которой я говорю примерно каждые полгода. Смотрите, если вопак пишет null, значит, он ничего не смог затрешейкать, ничего не смог, соответственно, понять. Он просто оставил так, как есть. Скорее всего, вам придется смотреть optimization bailout у этого модуля. Вот, для того чтобы понять, почему так случилось. True, это значение, при котором есть косвенные маркеры, которые вот говорят, что, в принципе, из модуля что-то используется. Это может быть какой-то side effect, то есть там вызов функции внутри самого модуля, обращение global и все остальное. Вопак такие вещи агрессивно не отрешейкает, поэтому он тоже не сработал, можно сказать. False. False это мое любимое. Если написано false, значит, ничего из этого модуля не используется, значит, мы его просто фильтруем, и этот модуль нам не нужен, его потом удалим. И, соответственно, такая стандартная история, это просто перечисление используемых единиц экспорта. То есть там first, second, то, что мы видели. Есть важная проблема, которую привнесла типизация в нашу жизнь. Дело в том, что… Ну, это проблема, конечно, конкретного вопака, а дело в том, что вопак как бы не умеет работать ни с TypeScript, ни с Flow, либо с другими типами, ну, системами типов. Поэтому он эти модули просто не видит. То есть если у вас есть какой-то модуль Types, который вы написали, потом заимпортили, он в ваши статы не попадет, потому что, соответственно, этот импорт будет удален, когда вопак туда придет и будет граф строить. Для того, чтобы решить эту проблему, нам придется написать свой плагин. Плагин прямо сейчас мы писать не будем, но я обязательно расскажу, когда и как мы будем это делать. Будет такой спойлер. Да, и очень важная штука, если вы захотите вот этим всем заняться, вы скорее всего себе еще и сборку затюните. То есть вот я, например, когда посмотрел на список модулей, которые попали в граф, подумал, что они тут делают вообще. Потом пошел смотреть, там, код 2017 года, requires, переменный, все как мы любим, и у нас вопак жадно обходит всю эту директорию, и все, что в директории лежит, он в сборку добавляет и обходит. Нормальное решение – сделать статическую мапу того, что тебе действительно нужно использовать. Соответственно, мы и сборку ускорим, скорее всего еще и бандл облегчим. Но это серверный бандл, тут вес не так важен. Переходим непосредственно к самому алгоритму. Напоминаем задачу. Смотрите, мы очень хотим с вами удалять код быстро и дешево, и при этом, чтобы оно было дешево, в том числе с точки зрения релизного процесса. Для этого мы выбираем гарантию того, что ничего меняться для пользователя не будет. Это равно тому, что сборка не поменяется на самом деле. И вот технически у нас задачка формулируется, как найти код, который не попадает в сборку. Визуально очень простой алгоритм. У нас есть репозиторий, в нем есть какие-то модули. Соответственно, список всех модулей мы читаем с файловой системы. Список модулей, которые попали в сборку, мы берем из статов, как мы, соответственно, разбирали ранее. Все, что не попало, берем удаление. Ну, типа, кандидат на удаление. Код, который это реализовывает, также занимает не более трех строк, ну, за исключением того, что нужно здесь нормальные вызовы фастклоба там добавить и все остальное. И просто вычитаем одно из другого. У нас получается, было ABCD, JS, да, мы используем AB, CD не используют. Отлично. Кандидат на удаление. Все немножко меняется, когда у вас проект более сложный, хранит в себе несколько, на самом деле, рантаймов, да, в нашем случае, как минимум, три. Я показывал больше цветов. У каждого из этих рантаймов есть своя сборка. И есть своя сборка тача сервера, есть сборка тача десктопа, вернее, и клиент сервера. Соответственно, сборок довольно много. Мы должны их будем все запустить, либо переиспользовать артефакт, потому что эти сборки все равно должны у нас запускаться в пайплайне. Соответственно, и потом мы должны для каждой сборки получить список модулей, которые не используются персонально для нее, и в итоге все пересечь. Вот то, что по центру, соответственно, это кандидат на удаление. Но алгоритм у нас чуть-чуть усложняется, добавляется цикл. Соответственно, один раз мы получаем список используемых файлов, а затем из каждой сборки получаем список неиспользуемых. У меня в первой сборке не используется CGS, DGS, во второй AGS, DGS. И в конечном итоге мы просто интерсектим это все. И только модуль D мы готовы гарантированно удалить, чтобы ни один проект не задеть. Потом опять, знаешь, происходит такое, что надо попить водички от этого шока. У меня, на самом деле, когда ты будешь это выкатывать в продакшн, ты ужаснешься. У тебя во фронт-энде довольно много вообще файлов лежат и никак не участвуют в сборке. Но они тебе, скорее всего, нужны. У меня заняло описание этих файлов в 8 строчек кодах, но не совсем у меня. Но, в общем, оно действительно у нас так лежит. Это очень важная штука — уметь фильтровать. То есть часть каких-то модулей мы должны просто по согласованию договориться, что мы не удаляем. Так происходит, потому что у нас большое количество процессов сбоку. Если мы посмотрим на структуру репозитория, то увидим, что пользовательский код, который доставляется именно к пользователю, отвечает, что зелененьким — это, скажем так, две трети. И одна треть — это то, что нужно разрабам. Это скрипты, это семь видов тестов в Яндекс.Маркете с 2017 года. И у всего этого, разумеется, есть какие-то свои зависимости и свои графы. Мы сталкиваемся с первой проблемой. Дело в том, что у нас большинство скриптов вообще ничего не знают о продакшн-сборке. В нашем случае я бы… У меня здесь проиллюстрируем простейший репозиторий, когда есть отдельно сборка с entry. Это с entry, конечно же. Это, соответственно, код, который дает пользователю. А все, что выше, это тесты. И тесты ссылаются на неиспользуемый файл, тот, который мы бы хотели удалить. И, соответственно, мы бы могли как сказать? Давай тесты, ну, тоже сделаем сборку и будем проверять, что ни в одну сборку не зашло. Не совсем так, ребят. То есть зачем нам тестировать код? Который вообще не запускается у пользователя. Мы этого на самом деле не хотим. И по-хорошему мы хотим сделать вообще вот так. Вот даже если существует код, который надо удалить, то и тесты, которые, соответственно, этот код покрывает, их надо просто тоже удалить. Мы еще и тесты ускорим. Вообще огонь. В реальной жизни можно сделать проще. Берем, просто кладем все тесты рядом с нашим кодом в папочку. И если мы видим, что в папочке большинство вещей надо удалить, то, соответственно, берем и удаляем. Все. Абсолютно. Даже тесты в том числе. И очень важная штука, что здесь мы должны запретить кросс-импорты. Как вы видите, стили. Я здесь тоже оставил под знаком вопроса, стоит их удалять или нет. Не хочется такого, чтобы мы удалили весь компонент, а стили остались. Поэтому стили всегда пишите рядом со своим компонентом. Так будет намного проще всем. Ну и, собственно, это перестает работать только если существует другой компонент, который ссылается либо на эти стили, либо на эти тесты. То есть это кросс-импорты. Такое просто нужно запрещать. Соответственно, в реальном жизни, опять-таки, вот прям с пылу, с жару, с полей сражений, скажем так, у нас просто оказалось, когда мы первый раз начали удалять код, что существует большое количество заскипленных тестов. Примерно сотни. Ну, то есть там больше сотни. Который тестирует функционал, который пользователю не доставляется. То есть это тесты, которые обречены вечно быть заскипленными. Как можно тестировать то, типа чего нет в продакшене? Это шок. Соответственно, данный подход позволит проблему увидеть и частично порешать. Не могу сказать, что она хорошо решена. И еще очень важная вещь. Тесты наши и документации, они не могут стоять во главе. То есть нельзя запрещать что-то удалять, если это покрыто документацией или покрыто тестом. Если это не используется в продакшене, берете и удаляете. Ну, если это вам не нужно. Соответственно, я решил поучаствовать в таком модном молодежном движении, как составление тирлистов и, соответственно, отсылки на аниме. Вот смотри, у меня получилась пирамида. С-тир, это самый топ, да? Это продакшен-код. Это как, соответственно, убить демонов. Это такое новое свежее аниме, очень актуально, его все хвалят. То есть он там, соответственно, вырезает демонов, мы вырезаем продакшен-код. И мы этому доверяем. Очень важная вещь. Смотри, чуть-чуть пониже то, что на самом деле является мета информацией продакшен-кода, это тесты на этот продакшен-код и документация. Здесь я отсылаюсь к атаке титанов. Это то, о чем все говорят, про тесты и документацию все говорят. Все хотят, да? Все хотят посмотреть это. Но руки не доходят. Руки не доходят, сезонов много, все. Конфиги, ребята, просто что-то сбоку. Я ничего не придумал, но они есть. И очень важная вещь — это Наруто. Я думаю, в детстве все приходили и смотрели по СТС Наруто. Там тысячи серий, да? И знаешь, мне сегодня не хочется это вспоминать. Соответственно, про надмодули я тоже не хочу говорить. Надмодули гораздо больше, чем тысяча. Они навсегда остаются с нами. С этим, ну, как еще нельзя поделать. Но, соответственно, я такую задачку решать не буду. А удаление, соответственно, лишних зависимостей, оно должно решаться по-другому. Мы здесь про удаление продуктового кода. Соответственно, после того, как мы посмотрели все эти слайды, все реализовали, все учли минусы, мы получаем результат. 16 декабря, абсолютно честный слайд. Даже автор остался. Задачей этим занимался, то, что делал не я. Я архитект. Нет, ну, в самом деле, да, я потом расскажу про это. Соответственно, у нас получилось удалить за первую итерацию примерно 65 тысяч строк кода, 60 сущностей. Это те, которые люди переносили. То есть там было 64 подзадачи на их перенос. Вот 60 удалилось. Ну, там не обязательно 60 из этих 64. Ну, в целом вот так. 50 виджетов. Ну, в общем, короче, все отлично. И кодовый поиск стал лучше. Текстовый, точнее, по кодам. И смотрите, мы с вами пришли в 2018 год. И мы получили первый результат. Если мы ничего не будем делать дальше, то мы тут и остановимся, а код будет расти. Поэтому мы должны прийти с вами в 2022 год и добавлять анализ логов. То есть если мы все сделали правильно на предыдущем шаге, и если мы, соответственно, автоудаление реализовали, после того, как мы это все зарелизим и запустим автоудаление еще раз, у нас будет пустой диф. Ну, логично, мы ничего не поменяли. Поэтому нам нужно этому процессу помочь. И я рекомендую начинать с двух вещей, которые наверняка есть у каждого. Первое – это Nginx логи. То есть мы прям целой страничкой будем смотреть и удалять. И второе – это воспользоваться какой-то метрикой клиентской, показов, например, каких-то блоков. И будем эти элементы интерфейса удалять и автоматически удалять их зависимости. У нас довольно большое количество entry point, поэтому для нас это важная вещь оказалась. То есть у нас примерно пять десятков entry point. entry point, если у вас меньше, все равно пробуйте и смотрите, возможно, что-то лишнее есть. И архитектура entry point выглядит примерно вот так. То есть есть какая-то страничка у пользователя, есть объекция к entry point, и мы умеем по этой страничке считать количество хитов. И в идеале, конечно же, нужно фильтровать плохой трафик. То есть если у вас робот какой-то или бот долбится в страницу, скажем так, то можно ее удалять смело. Ну, то есть неадекватный бот, конечно, ну, там можно не гугловый, либо закройте от гуглового. Соответственно, как оно выглядело бы раньше? Мы действительно и раньше могли по порогу пойти и удалить entry point. У нас действительно бы сборка чуть-чуть ускорилась, но кодовая база проекта бы не похудела. Однако после такого маневра мы запускаем наш скрипт, стираем границы и удаляем все зависимости, которые были нужны только этому entry point, и кодовая база действительно чистится в разы лучше. Ну вот, соответственно, как пример такой аналитики, простейший SQL скриптец. По логам Nginx есть идентификатор страницы, который мапится к entry point, и есть количество хитов. URL я здесь показываю для наглядности, в итоговой, конечно же, аналитике URL никак не участвует. Вот, и это я к тому, что это действительно логи Nginx. Смотрите, мы с вами получили первый результат, но он хороший, мы большими шагами сможем двигаться, но он быстро закончится. Это конечная история. Поэтому нам нужно куда-то еще спуститься в архитектуре нашего фронтенда для того, чтобы тоже научиться удалять крупные блоки, но не страницы. Страниц не так много. Соответственно, я предлагаю не спускаться на самый низкий уровень, не смотреть на каждый ряк компонента, смотреть что-то более обогащенное продуктовым смыслом, как, например, это выглядит у нас. Смотри, давай на примере чашки Наташи Гончаровой посмотрим. Привет, Наташ. Спасибо за то, что ты купила рекламу. На самом деле, конечно, нет. Если мы нажмем кнопочку, то увидим, что интерфейс у нас состоит из виджетов. Они здесь выделены как раз таки вот этими вот обводками. Каждый виджет, он в себе инкапсулирует бизнесовую логику в маркете. Соответственно, вокруг этой виджетной системы есть метрики, которые мы можем смотреть. И, соответственно, эти виджеты я и собираюсь удалять. Про клиентскую метрику, смотрите, мне кажется, что это скорее про достижение пользовательских целей, а мы немножко про техническую задачу. Вот в моем случае, вот видите, можно посмотреть, там просто какие-то события отправляются, аналитики этим занимаются, автоматически они генерятся, и вообще этому нельзя доверять на самом деле. Я беру, иду к технической команде и говорю, у нас приложение не SPA, давайте использовать серверные логи. У меня полнота будет выше, пользователям будет проще, и данными управлять будет команда инфры, а не аналитики продуктовые, что на самом деле неплохо. Я буду использовать факт рендеринга конкретного виджета, который я показывал. У нас еще система чуть сложнее, это недостаточная информация. У нас есть CMS, в которой люди настраивают контент на Яндекс.Маркете. Соответственно, есть внешнее хранилище, откуда мы получаем информацию о том, что мы должны отобразить. И она тоже основана на виджетной системе. Не проблема, ребята, идем к команде CMS и говорим, дайте нам просто таблички с выгрузками, и тут такие требования соответственно. Нужен признак и дата последней публикации у странички, список виджетов, которые мы используем, и у нас критерий будет очень простой. Если виджет не используется ни на одной из страниц больше месяца, значит он кандидат на то, что его можно удалить. Очень важная штука. Как считать пороги? Я вот числа особо не показывал нигде, сейчас про это порассуждаем. Как понять, вот фича важна или нет? То есть мы с вами все-таки сейчас удаляем бизнесовую фичу, и очень правильный и простой ответ на этот вопрос уточнить у менеджера. А вот список, с которым мы должны к этому менеджеру прийти, формируем сами и просто типа order by делаем по количеству хитов, берем топ-10, закидываем в них и говорим, ребят, вы уверены, что это вообще нужно? Зачем нам менеджер, вы спросите? Ну все очень просто. Если мы посмотрим на данные с предыдущего слайда, то оказывается, что низкое количество хитов не говорит о том, что фича бесполезная. Она может быть такая, что типа она в эксперименте, и там один тестировщик у нее в продакшене тыкается под флагом. Соответственно, мы, конечно, можем отфильтровывать хиты изнутри сети. Ну, зачем лишнее что-то делать? И есть какая-то сезонная история, то есть, например, включается что-то раз в неделю. И понятное дело, что я попал там в тот момент, когда она не включалась, а опять-таки только тестировался. Удалять такое нельзя. И давайте здесь посмотрим на распределение метрики хитов. Оно экспоненциальное. И на самом деле мы примерно вот все, что левее этой границы, мы можем пойти быстренько поудалять. Но в какой-то момент вот этот хвост мы удалим, и нам нужно двигаться дальше. Поэтому нам нужно переходить к другой метрике. График для нее будет выглядеть чуть другим образом. Мы должны с вами считать процент использования относительно вот именно продуктовой логики. В плане, смотри, на поиск пользуется там 100 людей на маркете, товар в корзину и приходит в корзину, добавляют чуть меньше людей, скажем, 50, и заказ делают 25. То есть, если мы смотрим просто в абсолютах, то числа отличаются в разы. А нам этого не хочется. Давайте смотреть именно как продуктовая фича, вот этот виджет ведется на страничке. И здесь, соответственно, примерно такое распределение получается. И также все, что вот левее вот этого перехода, это прям спокойно удалялось. Однозначно могу так сказать. И теперь нам остается просто этот процесс повторить. То есть мы прям приходим, анализируем, закидываем в менеджер, менеджер согласовывает удаление, автоматически чистим зависимость. Мы победили. Давайте быстренько результаты, которых мы уже достигли, но это не все. Очень важная вещь. Здесь я оставил даже пометку того, что мне это пошарили в зуме. Человек, который этим занимался, он настолько был горд собой, что он ускорил билд тайм на 80 секунд. Что рассказал мне про это? Разумеется, ребята, я его поправил. Да, действительно, мы с вами билд ускорим, но никогда не меряйте скорость по одному запуску. То есть всегда смотрите распределение и какие-то характеристики распределения. Если занимаетесь перформансом, тем более, это очень важно. Соответственно, ну, мы каждую неделю примерно получаем вот такие результаты. Это минус 200 килобайт, минус 200 модулей, минус 200 килобайт. И это стабильно. Очень важно. Если мы сравним марки с другим фронтендом, то смотри, у нас стабильно идет удаление файлов. Вот стабильно. Из этого получился процесс, с которым чуть дальше. А в другом фронтенде ребята уже пытались удалять файлы, но перешли к тому, что даже новые добавлять не могут. Справа. Смотри, они уже все. Не могут добавлять новые. Приходится рефакторить. Ну, все нормально, удаляем. Процесс в команде. Смотрите, у нас уже существовал процесс, когда 20% времени разрабов мы тратим на задачи поддержки. И идея очень простая. Давайте удалять код на поддержку. Тут, на самом деле, профитов вы получите реально много. Тут единственное, за чем вы должны следить, за тем, чтобы вы слишком много ресурсов не отжирали. Я вот сквозь всю презентацию пытался рассказать, что это должно быть дешево и быстро. И большинство людей, которые у меня этим занимались, часть людей я даже показал на слайде, им было реально интересно. Это лучше, чем чинить баги. Результат у них тоже понятный. И вот типичный день у человека выглядит так. Получает он задачу на удалении кода, он проводит аналитику по шаблону, он разбирается с тем, какие источники есть, как это интерпретировать, идет в бизнес, окейтап бизнес, нажимает delete на одной папочке, запускает скрипт, на самом деле не запускает, просто ждет CI. Тесты падают из-за импортов, это не до конца решенная проблема, тестов реально много. Он их удаляет руками, это можно выкатывать стопроцентно. Вот пример такого разбора от реального человека, он за несколько часов успел сделать огромную работу с системой реальной работы. И ключевые результаты, смотрите, если вы будете когда-то задумываться о том, чтобы себе это внедрить, вы ускорите себе сборку, скорее всего, уменьшите размер бандла для клиента, если начинаете удалять бизнес-фичи, а из-за того, что вы удаляете код, который, соответственно, вообще сборке не нужен, вы еще и копии, вероятнее всего, бизнес-фичи будете удалять, ну и текстовый поиск, все остальное будет дешевле. Очень важная вещь, которой я уделю не так много времени, есть прям реальная задача, смотри, люди, когда стараются заниматься техдолгом архитектуры, пытаются использовать если, и лодыш тоже используют почти все, поэтому слайд попадает в любую аудиторию абсолютно. И, соответственно, правило выглядит следующим образом. Давайте запрещать импорты из лодыш-вп. No restricted imports, она называется. Что будет, если человек из амбара за импорт? Есть такая библиотека, реально, она просто реэкспортит лодыш. То есть мы тоже бы не хотели, чтобы он реэкспортил. Ничего не произойдет. Ребята, вот ESLint – это слабый инструмент для анализа зависимости. Он про структуру вашего проекта ничего не знает. Он знает про токены, про символы и все остальное. Соответственно, что происходит? Вот вы, когда напишите что-то импорт из амбара, он пойдет и добавит еще одно ребро к лодышу, если до этого не использовался. А у вас цель, на самом деле, такое количество, ну, сокращать эти ребра. Поэтому я советую использовать стетоскоп, который позволяет писать именно такие правила и запрещать увеличивать степень вершин. И, соответственно, вот так это выглядит у нас. То есть у нас есть реально техдолг в плане каких-то пакетов, URL, например. Есть даже текстовое описание, почему мы запрещаем это использовать. Ну, в смысле, добавлять иного использования. Старые никто не удалил еще. Вот так вот. Соответственно, и это действительно начинает работать. И теперь очень важная и красивая часть презентации, которая уже мало связана с фронтендом. Выводы будут фронтендерские, продуктовые. Все остальное называется network analysis. Смотри вообще, откуда это пошло? То есть анализ сетей, обычно он каких-то анализ больших сетей, например, социальных. Не в плане анализ Твиттера, там, Вике и всего остального, а в плане вот именно есть индивид, есть социум, кто-то с кем-то общается. То есть здесь задач масса. Есть там поиск каких-то похожих людей, кластеризация комьюнити. Когда Facebook вам пытается продать рекламу, да, он использует вот эту систему. То есть смотрит на ваши взаимоотношения с другими людьми. Окей. Вот, то есть там действительно большие сети. Также можно, например, искать инфлюенсера, либо еще кого-то. В том числе, если у вас прогрессивный город, то вполне может быть такое, что люди, которые занимаются вашей транспортной системой, также используют такие подходы из данной науки, скажем так. То есть там выделяют критические пути, а не просто так, знаешь, расширяют дорогу, убирают тротуары, вот это все. И в биологии. То есть в биологии, например, это место используется для анализа скорости распространения вирусов. Мы к этому тоже будем отсылаться. Это очень интересно. И смотри, если вы на этом моменте хотели выключить доклад, то, ребята, вы тоже граф. Существует компания, которая публично отражает эту точку зрения. Вы можете там ознакомиться, ссылка осталась. В общем, она представляет своих сотрудников как граф, ищет ключевых сотрудников не по званию, а по тому, кто с кем общается, смотрит, кого нельзя увольнять, кого нельзя допустить, чтобы он уволился, а кого нужно разъединить, да, когда за соседней партой сидишь и не работаешь. Вот такое. Ребята, соответственно, вы граф, о вашей отношении ребра. Вот что считают современные галеры. А в моем случае я прикольнулся больше с другого анализа, когда проанализировали абсолютно всю философию, которая только существует, и всех философов, кто как на кого ссылался. То есть прикинь, если бы тебя в универе не просто там текст читать сказали, а сказали бы, а покажи, какой философ влиял на мир. И вот мой ответ. Вот так это влияло. То есть мы здесь можем увидеть Платон, Аристотель, Ницше и все остальные. Мне кажется, очень прикольная интерактивная карта. Они также здесь раскрашены. Это, соответственно, восточные, древнегреческие и все остальные направления. Они вот так вот пастеризованы. Выглядит очень круто. Отличная, мне кажется, задача была. Основным инструментом для анализа я буду использовать Gefi. Это штука, которая написана на Java. Она, соответственно, опенсорсная, не помню. Ну, она, в общем, есть под все платформы. Я на Mac у себя использую. У меня все. Давайте перейдем к графу сборки. Смотрите, я его уже построил. Вот так он выглядит. Это просто квадрат. Ну, почти квадрат. И, на самом деле, есть большая и сложная задача уложить большие графы. У меня в графе 13 тысяч узлов, 51 тысяча ребер. И я здесь покажу вам фишку, которую я буквально на этой неделе нашел. Это посмотреть на типы ребер. Соответственно, здесь есть статистика по тому, какие импорты, какой тип модулей мы используем. И давайте посмотрим на Common.js импорт. На Require, точнее. И сейчас мы, соответственно, получим наглядное представление того, что у нас происходит. Смотри, изначально у меня есть граф серый. Я добавляю цвета. Голубенький — это Common.js. То есть это ребра, где Require используется. Дальше я, как, ну, знаешь, не сам типичный пользователь, запутался в интерфейсе, но я раскрасил наши вершинки. Я здесь применил алгоритм пластеризации, а также решил показать в зависимости от их степени и их размера. Теперь я этот граф уложил на плоскость при помощи алгоритма, который здесь реализован. Вот. И что я увидел, соответственно? Я решаю задачу посмотреть на модули, у которых нет решейкинга. Это все модули, в названии которых есть префикс Яндекс.Маркет, а вот это лодыш. Мой любимый лодыш. Почему он разный цветок? Потому что, блин, лодыш FP, лодыш Core и лодыш все остальное. И для того, чтобы этот лодыш начал решейкаться или для того, чтобы от него отказаться, оказывается, нужно удалить всего несколько модулей. И это станет отдельным компонентом связанности. То есть мы это реально можем легко выкинуть. Вот. Такая визуализация, в принципе, если правильно все подтюнить, здесь вот сферты наезжают, все остальное. Это такое, ребят, медитативное занятие, соответственно. И там, условно, нужно потыкаться, там, посмотреть что-то. И это именно про исследовательскую часть. Вот. Отсюда мы, соответственно, довольно легко поняли, как взять и подчинить три шейкинга. Оказывается, что наши внутренние библиотеки поставлялись не с импортами, а с рекуайрами. Соответственно, в SoloMount. А мы их сами собираем. Вот такая штука. Смотри. Также я предлагаю добавить гранулярность. Вот. Как я и говорил, у нас есть usedexports, providedexports. Я добавляю две эти характеристики. Я здесь использую мощность множества, либо ставлю минус один, если не три шейкнулось. И считаю также относительность. Это процент три шейкинга, последний столбец на слайде. Обратите внимание, здесь подсвечен модуль, у которого used 0, а provided 59. То есть ничего из этого модуля не используется. И такой модуль на самом деле не один. И наш алгоритм удаления можно сделать еще лучше. Вот эти вот вещи, как раз показательные. Их также можно удалять. Потому что рантайм, они никак не изменят. Их воппак и так выкинул. Давайте перейдем к математическим метрикам графа. И опять-таки посмотрим на красивое видео, как я считаю. Здесь я уже заранее предподготовил граф. И здесь у меня степень вершин участвует в том, соответственно, какой размер вершины мы здесь видим. И я дальше регулирую ползунок. То есть у меня 12 тысяч этих узлов в графе. Мне 12 тысяч глазами не охватить. Это понятно. Соответственно, после этого я его хочу как-то уложить и посмотреть, на какие кластера он разбился. Я могу сказать, что вот этот алгоритм пластеризации, который на самом деле рандомизированный, он просто берет, либо удаляет, либо удаляет ребра и смотрит на компоненты связанности. Он действительно выделил мне классы, которые имеют продуктовый смысл. Там, условно, там, все, что связано с React и с UI-китом каким-то у нас представлено зеленым цветом. Все, что было связано с бизнес-логикой заказа и товара, у нас показывалось голубеньким цветом. И еще другие вещи, которые тоже core, потому что мы сейчас с вами пофильтровали только по самым значимым вершинам. Они мне также кластеризовались, и я могу на них посмотреть, какие мы можем отсюда сделать. Ну, и вот, например, как это выглядит, когда мы вложили граф довольно красиво. То есть если бы я чуть-чуть еще получше сделал шрифты, то мы бы даже могли все прочитать, и здесь действительно есть кластера вот эти, на которые мы можем обратить внимание. И еще очень важно смотреть на характеристику именно распределения каждой вот этой величины. По степени вершин у меня получилось опять-таки экспоненциальное распределение. То есть у меня есть много вершин с малой степенью и малая вершин, где степень высокая. Такое распределение характерно для социальных графов, а для социальных графов наука уже знает какие-то закономерности. Давай ими воспользуемся. Вишка в чем? Вот новые узлы, которые там... Да, новые узлы, которые будут добавляться в наш граф, а это что значит? Это значит, что продуктовые разработчики напишут их. Они, соответственно, вероятнее всего будут подключаться к тем узлам, у которых степень наивысшая. То есть как именно у социального графа так устроено. Тот, кто инфлюенсер, к нему люди подключаются. Соответственно, мы такие можем выделить четыре. Оно, казалось бы, очевидно, но подождите. Мы бы могли найти что-то еще, и мы найдем. То есть в нашем случае, если ничего не трогать, то продуктовая команда будет использовать React. Фреймворк, который отвечает за все отображение, которое называется API в маркете, клиентская метрика тоже будет по дефолту подключаться сама по себе. Это почти правда. То есть люди даже, когда берут что-то копипастит, вот это вот всегда первые два, точнее, добавляется. Вот. UIKit, разумеется. Люди используют, потому что его использование высокое, и он легко ищется. Это довольно понятно. Вот. И модель представления товара и заказа все-таки маркет сервис при покупку, поэтому эти модели переиспользуются почти во всем функционально. Очень важная вещь, которая выходит из этого, это селективность. Вот в нашем случае ты как бы хочешь пойти и запускать только то, что у тебя там изменилось. Давайте посмотрим. Я поменял файли к AGS, и поскольку у меня зависимости транзитивные, я должен пойти по всем зависимостям и на самом деле сказать, что у меня поменялись все три файла. AGS, BGS, CGS, чтобы было честно. Потому что файлы зависят друг от друга. А если у нас высокая степень вершины A, то это значит, что при изменении этого файла у нас изменится весь проект. И давайте подойдем к запуску тестов, которые именно селективны, как к случайной величине. То есть мы заранее не знаем, сколько тестов будет запускаться. И, безусловно, эта штука зависит от того, как часто и какие файлы вы меняете. Это уже прям такое серьезное распределение, которое я не предлагаю анализировать, а вот распределение степеней вершин, которые мы увидели, я предлагаю на него посмотреть, и оно нам даст ответ, насколько селективность важна и применима к нашему проекту. А если мы сделаем вот такое отсечение, скажем так, ну там некий персентир, и гарантируем, что все модули, которые попали вправо с высокими степенями, будут меняться редко, тогда наша селективность имеет смысл. Однако, если мы этого не будем гарантировать, то наша случайная величина там почти всегда, ну то количество тестов, которые мы будем запускать, почти всегда будет близко к максимальному. Поэтому селективностью вообще нет смысла заниматься. То есть для того, чтобы у тебя была хорошая селективность, одна из метрик, за которой должен следить, это степень вершин. Переходим к следующей метрике. Как вы видели, предыдущая была экспоненциальным распределением. Метрика центральности. Центральности на самом деле много. Я здесь буду говорить про центральность близости. Closeness. Вот так вот лучше искать в интернете, если станет интересно. И это просто вот сколько путей проходит через данную вершину. Соответственно, чем больше проходит, тем выше метрика у данной вершины. Что нам позволит эту метрику увидеть? Она позволит оценить устойчивость нашей системы к изменениям, когда мы посмотрим на распределение, значение данной метрики. А также позволит найти важнейшие модули системы. То есть модули, при изменении которых меняется вся система. Опять селективность, но чуть более продвинутая и честная. Давай опять посмотрим красивое видео. Вот, у меня здесь был граф. Я применил другой фильтр и начинаю подбирать параметр, по которому я на граф хочу посмотреть. То есть опять 19 тысяч вершин. У меня получился здесь граф звезда. Я начал думать, что-то не так. Я посмотрел и увидел, что у меня здесь entry-поинты. Но погожди, какие пути проходят через entry-поинты? Только один. И тут я понял, что я взял другую меру центральности. Я решил это оставить, потому что используйте именно англоязычные термины, когда будете заниматься анализом. И у меня здесь сразу показываются два важнейших модуля в моей системе. Это модули инициализации клиента, как ни странно. И модули root, который называется «Он отвечает за все». Сейчас я пытаюсь подобрать параметры для того, чтобы посмотреть еще какие-то важные элементы системы. После этого я запускаю алгоритм укладки графа. Также у меня здесь по-новому запущена тестеризация для того, чтобы понять какие-то паттерны. И здесь, соответственно, что можно сказать? Выводы мы уже посмотрим. Я просто тут глазами наблюдаю, вижу фреймверки разные, которые используются, и вижу слой бизнес-логии, который здесь был голубым. Пытаюсь вложить граф по-другому, для того, чтобы мне было нагляднее. И вот так вот гораздо понятнее. Вот это основные модули, которые влияют на вашу систему. То есть их изменение ведет к изменению системы целиком. Разумеется, можно подбирать дальше параметры, смотреть еще их окружение и все остальное. Но давайте посмотрим на распределение. И в отличие от предыдущей метрики, оно здесь далеко не экспоненциальное, а, скажем так, ну, как бы логарифм от предыдущих. Ну, почти. Вот. И зачем, и что нам это может дать? Ну, во-первых, мы можем сразу понять, вот, на какие вещи нужно писать тесты. Здесь, конечно, написаны очевидные пункты. Я думаю, первые два. Логика с корзиной работы на маркете присутствует почти везде, как оказалось. Ну, это могло быть очевидно, если вы знаете бизнесовую предметную область. А если вы не знаете и пришли просто поанализировать, то прикольный инсайт. И функционал промо на маркете, оказывается, может тоже сломать весь маркет. Прикиньтесь, типа скидку. Люди, которые дают тебе скидку, могут все сломать. Вот. И, соответственно, опять-таки, отсылаюсь к тому, что этот параметр можно использовать как селективность, модулярность. В смысле, как критерий селективности, разумеется. Смотрите, модулярность как раз-таки я уже вам показывал цветами. Это вот раскраска вершин моих. Вот. И, соответственно, эта метрика, она позволит вам, какую часть проекта дешево вынести либо в отдельный пакет, либо в микрофронт-энд. И также позволит оценить не эту библиотеку, решающую схожие задачи. Я уже показывал. Давайте посмотрим не на графе, а вот именно в табличном виде. На самом деле, большинство анализов проводятся именно в табличном виде, а визуализация — это так, чтобы просто прикинуть, что как, да и красиво. Вот. Соответственно, у меня получилось довольно большое количество классов. Я вам показываю, соответственно, класс номер 3, который 3% модулей. Это UIKit и это компоненты. Мы можем здесь увидеть, что у нас сюда попали важнейшие компоненты системы. Часть из них уже в UIKit, а часть нет. Вот их можно было бы переложить. В том числе мы можем посмотреть на продуктовые сущности, которые связаны с показом товара. И вот красным я подсветил то, что попало в другой класс, не в нулевой. Оно действительно связано с товаром, но именно сам алгоритм его не выделил, как в этот же класс. Однако я бы сам хотел. То есть false positive, разумеется, будет присутствовать. Алгоритм рандомизированный. То есть каждый раз, когда вы запускаете, вы можете получать немного разные результаты. И в том числе я здесь подсветил разными… Вот про библиотеки, да, про их значения. Я здесь подсветил, соответственно, разными цветами в наши внутренние библиотеки, которые попали в один класс. И я могу вам сказать, что они решают схожие задачи. Ну, в плане именно конкретные модули, которые там присутствуют. И последняя метрика – это authority. Вообще, откуда она взялась? И существует там алгоритм, который раньше использовался, и Google в том числе, позволяющий находить интернет-страницы по запросу пользователей именно вот на основе гиперссылок, то есть ребер в графе. И чем больше ссылок на документ, тем более она авторитетной. Здесь очень простой вывод. В маркете сейчас три дизайн-системы. Если мы посмотрим, они пронумерованы по цифре 1. Низкая authority – это древняя дизайн-система в 2017 год. По цифре 2 – дизайн-система, которая 21-го года, у нее тоже низкая authority. А самая высокая authority – дизайн-система 20-го года. Соответственно, когда человек будет что-то искать, какой-то компонент, он, скорее всего, найдет его из Yoyki Tak. То есть именно из третьей. То есть внедрение и то, как это будет дальше развиваться, само по себе именно метрика это показывает. Также есть, соответственно, коэффициент кластеризации, который мы бы хотели посмотреть. И это вероятность того, что два модуля будут связаны между собой. И чем… Вот как бы, смотрите, если высокая кластеризация, да, это значит, что если вы что-то сломаете, то вы сломаете только в определенной группе. А низкая кластеризация, то, скорее всего, у вас сломается весь проект. Ну, что можно сказать, ребята? 0,13. Низкая кластеризация. Вот так вот. Да, однако его нужно, конечно, исследовать в более мелких графах, например, брать странички. И давайте быстро посмотрим, можно ли еще лучше. Я вот показываю что-то. Конечно, можно. Можно повышать гранулярность, строить граф, на самом деле, единицы экспорта, а не модулей. Тогда мы будем более точно анализировать и удалять код. А можно обратиться к графу системы типов, как это делает, например, TS-прум. Тогда мы сможем удалять, вообще говоря, как это называется, функции какие-то и именно методы классов. И слайд, которому я обещал сделать отсылку. Соответственно, в этом году будет набор школы разработки интерфейсов. Я там буду читать лекцию по сборке и буду вас заставлять писать плагин, который мы сегодня не писали. Обязательно мы проговорим, как его писать, разберем и получим результат, как быстро удалять код. Ну что, ребят, спасибо вам за внимание. Слушай, ну, надо признать мощным. Мощным. Правда, мощным. Я тебе могу сказать, что я слышал уже этот доклад ранее. Угу. То есть, если в первый раз ты сидишь и в Сирии такой, вау. А второй раз такой, так, так, так. А я, пожалуй, это где-нибудь применю. А я теперь понял смысл вот того, что ты там-то говорил на том... Короче, я на самом деле, реально, ребятам всем советую пересмотреть этот доклад чуть попозже. Вот у вас все это уляжется. И обязательно пересмотрите этот доклад. У нас не так много осталось времени, но, знаешь, все равно, давай, может быть, прежде чем мы перейдем в дискуссионную зону. Дискуссионную. Да, и, ребят, тоже приходите с нами, побеседуем в кулуарах, поговорим еще за оставшееся время. И я хочу тебя спросить. Когда ты думаешь вообще в принципе надо вот это вот применять? Ну вот у тебя как большая команда, маленькая. Для всех это подойдет? Или только для каких-то очень узких? Слушай, я думаю, тут нужно ориентироваться на случайную величину и распределение. Какие бы метрики я взял? Ну вот прям по-честному. Ну, во-первых, как ты видел на первом, точнее, как ты видел там на одном из первых слайдов, у меня 3 миллиона срок-кода. Отличная метрика для начала. То есть психологически, если у вас проект уже большой, к миллиончику подходит, 300-400 тысяч, вот так вот можно заниматься. Но вы смотрите еще для себя. На самом деле надо смотреть на распределение всех проектов в мире, что-то отсечь, но мы не настолько продвинутые. Дальше – это количество людей. Я думаю, пока у вас мало людей в команде, вы можете просто на словах договориться, что-то поудалять. Это на самом деле вполне комфортненько этим заниматься. А когда у вас 120 людей, вы в принципе не можете контролировать это. Вот для того, чтобы полностью обозреть, что происходит в проекте, как раз-таки я использую граф. Использую числа, которые там представлены, использую визуальное представление. Я думаю, если вот там больше 10 людей. Важная цифра, которую я уже, число, число, которое я уже отсылал, 2017 год. Понимаешь, вот маркету 20 лет, 21, надеюсь, меня не уволят. В общем, я не помню, но дофига лет. Все это время кодовая база как бы развивается и накапливается. Это тоже очень важный критерий. То есть, типа, если ты создал проект там год назад, то какой смысл? Вообще сейчас никакого нету. Ну, наверное, вот так. Наверное, вот так. Окей. Ну что ж, я тогда думаю, что нам нужно с тобой перейти в дискуссионную зону и обсудить поподробнее абсолютно все, что будет происходить с твоим докладом дальше. Да, без проблем. Давай перемещаться. Ребятам тоже предлагаю с нами пойти. Да, вот. Нам звонят, так что давай пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok